Вряд ли можно найти туриста, который не захотел бы посетить ВДНХ. Занимающая сотни гектаров выставка достижений народного хозяйства имеет в своем составе 49 субъектов культурного наследия. Пожалуй, самыми популярными из них являются фонтаны. Фонтан располагается на площади Дружбы Народов, в его овальной чаше, увенчанной золотым снопом. Расположились 16 фигур девушек. Их количество соответствует числу республик СССР. До 1956 года в составе Советского Союза было 16 республик. Через два года после создания Дружбы Народов Карельская Республика вошла в состав РСФСР. Тем не менее, девушка из Карелии, у ног которой растет ель, сохранила свое место в композиции. Скульптором позировали известные представительницы союзных республик. К примеру, туркменская пианистка и педагог Газель Анна Мамедова, эстонская балерина и актриса Вирве Киплия Парсаданян и сценарист из Грузии Радам Амираджиби. Со временем скульптуры обветшали. Износилась и техническая оснащенность фонтана. В октябре 2018 года началась первая за 65 лет реставрация Дружбы Народов. Реставраторы полностью удалили остатки старой позолоты, освободили бронзовую поверхность и покрыли ее несколькими слоями сурика и лака. Только после всех подготовительных этапов эксперты перешли к золочению. Специалисты полностью обновили обветшавшие гидротехнические системы фонтана и установили новое насосное оборудование. Они заменили механизмы, приводившиеся в действие едва ли не вручную, на современные автоматические. Если пройти 200 метров вглубь выставки, на центральной площади можно увидеть, как перед посетителями, как в сказке Павла Бажова, вырастет фонтан «Каменный цветок». Фонтан удивляет огромным разнообразием деталей. В бассейне плавают 24 чугунных оседра и 48 бронзовых гусей. Кроме самого каменного цветка, в центральной части находятся 16 чаш в форме ракушек, не считая более 150 скульптурных элементов, кристаллов, цветков, листьев, облицованных смальтой. Годы не пощадили и этот фонтан. Краски потускнели, трубы проржавели. Реставрационные работы проводились буквально вручную. Мозаику выкладывали по эскизам, срисованным с оригинала. Эксперты тщательно подбирали цветовую гамму, а это более 100 оттенков. По возможности сохраняли подлинную смальту. Все это для того, чтобы сегодня мы смогли увидеть фонтан глазами его авторов. Но есть на территории выставки объекты, которые получили вторую жизнь только в наше время. Самый яркий пример — фонтан «Золотой колос», который не включали 30 лет. В отличие от дружбы народов и каменного цветка, фонтан «Золотой колос» находится в отдаленной части ВДНХ и располагается в центре обширной запрудной зоны. Течение времени здесь будто более размеренное, нежели в центральной части выставки. Идея сделать фонтан «Колос» возникла у авторов, которые находились под впечатлением от фонтана «Кактус», созданного для Парижской колониальной выставки 1931 года. «Золотой колос» образца 1954 года сделали из железобетонных конструкций с использованием позолоты и смальты. В 2016 году реставраторы провели 3D-сканирование конструкции фонтана и обнаружили все его болевые точки. Скурпулезная работа экспертов позволила вернуть фонтану облик середины 20-го столетия. И теперь территория вокруг фонтана – современная зона отдыха для всех. Друзья, не забывайте подписываться и ставить лайки, ведь мы специально для вас находим самое интересное.